Географическое расположение прекрасно сохранившейся памятники старины, относительно хорошо обустроенная инфраструктура. Все это предопределило то, что именно туризм в последние годы в нашей стране стремительно развивается, даже невзирая на кризис. Поток туристов в Эстонии все время растет, растут и потребности в квалифицированных специалистах у фирм, которые этот поток обслуживают. Поэтому неудивительно, что только в эстонской высшей школе гостичного дела и туризма на бесплатные места конкурс достигает 10 человек на место. Мы же видим в экономике, что происходит, если другие отрасли там не очень-то хорошо развиваются, то турист всегда был в таком требовании, что надо хороших людей, которые могли бы хорошо обслуживать, которые могли бы познакомить нашу страну туристам. Несмотря ни на какие политические кризисы и разногласия между Эстонией и Россией, россиян среди гостей нашей страны из года в год становится все больше. И здесь, как бы этого не хотели некоторые политики, именно знание русского языка становится фактором, определяющим успех в бизнесе. В этом смысле выпускникам русскоязычных школ существенно проще при наличии должных знаний и умений трудоустройства в сфере туризма. Ведь их эстонские сверстники в массе своей русским языком не владеют. И этому моменту вынуждены придавать особое значение в учебных заведениях. Это не секрет, что, к сожалению, последние, ну, где-то 10 лет, немного больше даже наша молодежь не очень-то, ну, знает русского языка, чтобы обслуживать. Но, тем не менее, в нашей школе, те, которые придут, мы именно учим таких языков, которые надо для нашего рынка. То есть самое главное все-таки финский и русский языки, потому что английского все равно наша молодежь уже знает, хотя мы учим и английского языка. Кроме российских туристов, в Эстонию все больше приезжает гостей из стран Азии. И это является еще одной интересной и, как ожидают специалисты, долговременной тенденции. Так что не исключено, что вслед за русским языком в учебных заведениях Эстонии будут давать краткий курс китайского или японского языков. В любом случае, по мнению экспертов, для тех, кто решил связать свою жизнь с туризмом, работа в Эстонии будет практически всегда. Надо только получить хорошее образование. Максим Волков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.